Друзья, удача улыбнулась, несмотря на то, что очень много людей, я вам рассказывала, есть такие тропинки, как вроде бы отряд прошел, но грибной сезон, он есть грибной сезон, и грибы у каждого свой. Вот такой вот холмик небольшой, и он растет, растет один, и рядом второй, и рядом второй маслячок. Только что муж здесь пробежал, пробежал, и нашел маслячок, маслячок. О, растет прямо вот из этого горбика, из этого вот холмика, такой холм, и он прямо вот оттуда, корешок у него идет, под вот этим бугорком. Вот такой бугорочек, мох, то, что я вам и рассказывала, маслячки любят мох, любят такую вот, вот я его, он идет прямо оттуда, даже видно, видите, ножка у него закручена оттуда. Вот это маслячок, хороший такой, не очень молоденький, средненький, наверное, вылез вчера. У нас здесь песчаный грунт, песочек, песок, мох, и второй, и второй тоже оттуда, да, тоже оттуда, у него ножка, такая же закрученная. Мы ему корешок оставим, пусть они дальше размножаются, там где, там где им нравится. Ну вот, начало есть, маслячки мы нашли, и идем дальше. Хочу рассказать, что мне очень нравятся маслята, когда их вначале, понятно, их надо почистить, если они в таком грунте растут, как у нас, песчаный, поэтому там может быть много песка, поэтому хорошо почистить, снять верхнюю кожицу вот эту вот, да, пленочка такая у маслят есть. Потом мы их отвариваем, я обязательно туда ложу луковицу. Этот рецепт узнала еще 30 лет назад, если говорили, если несъедобный гриб, значит луковица посинеет. Поэтому я по привычке все так же ложу луковицу, отвариваю, сливаю воду, выбрасываю эту луковицу, она всегда остается белой. Потому что самое главное правило грибника, это не брать то, что не знаешь. Как я вам рассказывала раньше, да, оказывается мы узнали, что зонтики это съедобный гриб, но мы его не знали, и для нас это была поганка. Поэтому лучше всего не брать то, что не знаешь. Даже если мне скажут, что это хороший съедобный, я его не возьму до того момента, пока не попробую сама. Вот, поэтому вот такое. Валер, решетка, а ну глянь. Сейчас покажу, друзья, если это решетка, значит я вам покажу. Одна гнилая уже. Решетка, польский. Польский гриб. О, синеет. Синеет, когда срезали, да. И вот, когда мы прижимаем, синеет. Польский гриб тоже считается после белого второй, да. Съедобный второй. Вот это польский гриб. А вот уже и посинел, посинел. Я его тронула за шляпку, и он посинел. Там тронула, посинела. Вот такой вот польский гриб. Я вначале думала, что это белый, подошла к нему. Это оказался второй уже. Второй уже такой вот. Оставим, пусть размножается. Польские грибы тоже любят расти в такой местности, как и белые грибы. Я почему сюда и подошла. Здесь дубочек, дубовые листья. И такая вот местность прекрасная для белого гриба. Поэтому я сюда и подошла, посмотрите, и нашла польский гриб. Тоже съедобный, хороший и вкусный. Так вот, я рассказала, начала вам рассказывать о том, отваривая обязательно, какие бы они ни были съедобные, все равно отвариваю, сливаю воду. Затем прожариваем на растительном масле. Можно на сливочном масле, очень вкусно получается. И дальше можете сливок добавить, а можете просто, просто кушать так. Мне очень нравятся грибы отваренные и потом поджаренные с луком. Это вкуснятина. Ну, конечно, больше нравится собирать грибы. Больше нравится их собирать. Это прекрасное удовольствие. Особенно, когда ты находишь белый гриб. Ну, действительно, появляется вот этот азарт, как говорят у рыбака. Только у рыбака больше, наверное, эмоций. Почему? Потому что, когда он тянет рыбку, то она сопротивляется. И тогда бывают даже такие случаи, когда рыбаки вытягивают рыбку и теряют сознание от вот этого прилива адреналина. Грибочек же, когда ты собираешь, то он просто появляется спокойный такой, спокойный азарт, что ты его нашел. Что вот сколько людей прошло уже, да, а ты его нашел. Это, друзья, опять польский гриб. Это уже красивый. Это уже красавец. Красавец. Сейчас я шляпку придавлю, и мы увидим, что это польский. Придавлю, и он посинеет. Подождем немножко. Синеет. И сразу же, и сразу видно. Там, где я его трогала, уже посинела. Видите, под шляпкой. Показываю вам, друзья, да, посинела. Вот такой красавец я нашла. Польский гриб. А все-таки хочу найти белый. Поэтому я здесь и хожу. Вот здесь дубовые листья. Здесь такие ветки, особенно грибы любят прятаться вот под такими ветками. Дуб их разложил, как мама оберегает своих деток. И вот там бывают, часто мы наблюдали, что там бывают грибы. Когда вот так вот ветка свисает, значит, под веткой могут быть грибы. Да, прелестно, прелестно. Грибочек еще один польский у нас. Еще один польский. Польский гриб, это вкуснятина. Ну, посмотрим под этой веточкой. Если один польский, вот я не замечала, если один польский, значит, возле него должны быть еще польские грибы, еще должны быть грибы. То есть грибы же не растут поодиночке. Это когда не грибной сезон, они, да, они ходят, они как одиночки. Там, там, там выскочил. А если уже пошел грибной сезон, значит, их должно быть много. Они должны один возле одного расти. Должны быть. Вот такая местность. Посмотрим под этой веточкой. Смотрим. О, есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Я говорю прячется Опять польский Ну вначале везет на польские Надеюсь что будут и белые Польский гриб Сейчас я его сорву И покажу вам друзья Прелестный Ну молоденький Одним словом есть Грибной сезон в Днепропетровском регионе Начался